добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль toyota mark 2 1998 года выпуска 3 литра бензин кузов jose x101 на этом автомобиле буквально в одной части за скрипели передние шаровые опоры за за скрипела одна но менять будем обе сейчас попробую поднять показать если в данный момент будет скрипеть потому что без нагрузки может не скрипеть а так вот рулем влево вправо хруст такой стоит как будто там ведро щебни насыпали хотя пыльник вроде был целый до этого поднимем посмотрим остался он цел или порвался заказали мы три пятерки не оригинальные оригинальные дорогие получаются больше трех с половиной тысяч выходят поэтому брать моих решили что не будем сейчас поднимаем автомобиль снимаем колеса и уже откручиваем шарой опоры поднял автомобиль подкрутил колесо одно и второе попробую покрутить нет без нагрузки не слышно но сейчас будем снимать и смотреть что же там у нас такого случилось пыльники на шаровых опорах у нас оба целые и левый пыльник целый и правый пыльник целый что им не хватило из-за чего не заскрипели непонятно просто видать пришло время сейчас мы снимаем стопор на вот здесь вот фиксатор такой он не как шплинт сделал он как скрепка сделал такого типа снимаем его откручиваем эту гайку откручиваем здесь гайку тоже снимаем здесь шплинт обычный и откручиваем два вот этих болта и все здесь мы съемником снимем и здесь мы съемником снимем и шарова у нас демонтирована также с другой стороны немножко почистим чтобы грязи это не было наконечники мы оставляем наконечники мы оставляем чтобы удобнее было снять здесь гайка на 17 здесь и 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 Поэтому мы возьмем и отобьем молотком. Желательно не попадать по пыльнику, иначе пыльник порвется. Все, рулевой наконечник у нас отошел. Тяга рулевая слабенькая, но она не стучит, не болтается. Теперь берем, оставляем вот этих оба болта. Видно, шаровой не скрипит сейчас ничего. И ослабляем гайку шаровой опоры. Откручиваем шаровую опору оба этих болта и отодвигаем немножко цапку в сторону. Ну вот. Так. Продолжение следует... 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 затягиваем ее и едем на развал проверяем по идее развал убежать не должен но мы его проверяем на этом все всего вам доброго